На данный момент ситуация на авторынке крайне нестабильна, и дилеры рисуют неадекватные ценники, даже на отечественные авто. Но появилась возможность сильно сэкономить, купив пусть и не современный автомобиль, но в состоянии как с конвейера. Для этого придется доехать до Рязани, именно там коллекционер открыл постоянно действующий музей-ярмарку автомашин советского производства. Отдельные экземпляры коллекции можно взять на прокат или купить. Судя по внешнему виду, большинство автомобилей действительно не видели дорог и находятся в хорошем техническом состоянии. Коллекционер уверяет, что все это время машины хранились в помещении при постоянной температуре. На выставке можно увидеть и отдельные экземпляры отечественной и чехословацкой мототехники. В частности, на фото заметно прекрасное состояние мотоцикла Ява-350, или как его нарекла советская молодежь, за характерный цвет помидор. Цены в основном договорные, но на некоторые экземпляры она указана. Например, за копейку 1987 года просят 550 тысяч рублей, а буквально пять лет назад за эту цену можно было купить новенькую Весту. Копеечка в прекрасном состоянии. Без реставрации и крашеных деталей. Полностью заводское оригинальное состояние. За ГАЗ-24, 1973 года с пробегом 45 тысяч километров просят миллион сто тысяч рублей. Темно-вишневый автомобиль первых выпусков в оригинальном состоянии. Краска заводская. На отличном ходу, все работает, включая оригинальное радио и электрическую антенну. Документы нового образца. Кроме того, в коллекции присутствует также «Москвич-2141» 1990 года с пробегом всего лишь 58 километров. Машина главного инженера завода АЗЛК, экспортное исполнение. Собиралась на отдельной линии конвейера, в свободной продаже не была и в частной руки не продавалась. Цвет «Атилла», металлик, заводское вольфрамовое напыление на стеклах. Полный комплект ключей и вся документация завода, включая печати ОТК на торпеде и бумаги на стеклах. РАВ-22-03-1. Пробег 16 тысяч километров. Оригинальная советская скорая помощь. Большую часть времени простояла на консервации. Полная комплектность, включая спецсигналы и маяки. На отличном ходу, все работает. ГАЗ-14 «Чайка». 1984 год выпуска, пробег 26 тысяч километров. Родная краска. Автомобиль ручной сборки. Уникальное коллекционное состояние. Автомобиль технически полностью налажен, работает все, включая заводской кондиционер, радио и т.д. Цена договорная. Даже можно приобрести запорожец без пробега. ЗАЗ-968. Мотор 1,2 литра. Цвет голубой. 1982 год выпуска. Ну и куда без всеми любимой восьмерочки. ВАЗ-2108, советской сборки с коротким крылом. 1989 года выпуска. Мотор полтора литра цвет зеленый. В состоянии нового автомобиля, без крашенных деталей. Ну а на этом друзья все. Пишите в комментариях, хотите ли вы вторую часть обзора на эту коллекцию, я покажу вам много интересных и уникальных авто, которые каким-то чудом сохранились до нашего времени.